Всем привет! Все мы пользуемся различными браузерами. Кто-то работает в них, кто-то просто развлекается, но сути остается одной. Если нам нужен выход в интернет, мы используем браузер. Идея этого видео в том, что обычные вещи при работе с браузером, которые подавляющее большинство из нас делают мышкой, можно делать шарпкатами или горячими клавишами, если переводить с английского. Их существует десятки штук, но расскажу я вам только про 7 из них, самых важных, на мой скромный взгляд, которые сэкономят вам часы жизни. Потому что когда мы тянемся мышкой в браузере, чтобы закрыть вкладку, например, это секунда. 3600 таких действий, это уже час, а там кто сколько сидит за компьютером. Так что давайте начинать. Итак, мы в браузере и первое сочетание клавиш, которое я хотел бы вам показать, это то, как открыть вкладку. Зачем тянуться плюсику, когда можно использовать сочетание клавиш Ctrl T, сразу вводить поисковый запрос. Если можно открыть, то, конечно же, можно и закрыть. Допустим, мы прочитали статью, и чтобы не тянуться к крестику, можно использовать вчитание как Ctrl W. Можно закрыть сразу вторую вкладку. Но вдруг вы закрыли вкладку случайно, и вы хотите к ней вернуться. Зачем приходить к истории, когда можно использовать вчитание клавиш Ctrl Shift T и можно вернуться к последней использованной странице, вплоть до 15 штук. Иногда нам нужно перезагрузить страницу, потому что некоторые элементы сайта не прогрузились. Вместо того, чтобы тянуться в левый верхний угол, используйте сочетание клавиш Ctrl R. Вы работаете с большим текстом, и вам нужно найти определенное словосочетание, либо какой-нибудь абзац в тексте, и вы знаете, как он точно называется. Так зачем листать целый текст, когда можно использовать сочетание команд Ctrl F и ввести какое-нибудь словосочетание, например, финансы предприятий. Мы видим, что оно находится у нас на 32 странице. Все происходит за 2 секунды. Мы ищем какую-нибудь конкретную информацию, и мне нужно отобрать несколько картинок леса для использования будущего. Так вот, чтобы не нажимать каждый раз правой кнопкой мышки и открыть ссылку в новой вкладке, можно просто нажимать Ctrl и кликать по конкретной активной ссылке. Если же вы хотите не только открыть ссылку, но и сразу перейти к ней, добавьте данному зачитанию клавишу Shift и вы сразу перейдете на новую вкладку. И последнее сочетание горячих клавиш, которые я хотел бы вам показать, это то, как переключаться быстро между вкладками. Допустим, вы работаете с двумя активными вкладками, где в одной подсматриваете информацию, а в другой что-то водите. И чтобы не переключаться по каждой, тыкая мышкой в верхнем баре, можно использовать сочетание Ctrl-Tab и быстро перемещаться между ними. Это работает не с двумя, а со всеми вкладками, которые, допустим, у вас открыты. И мы нажимаем Ctrl-Tab и не можем так быстро перемещаться между ними. Но если у вас их две, то я думаю, это будет более практично на работе. Давайте повторим все, что я только что показал. Чтобы открыть новую вкладку, используем сочетание Ctrl-T. Чтобы закрыть вкладку, используем сочетание Ctrl-W. Чтобы открыть вкладку, которую мы только что закрыли, используем сочетание Ctrl-Shift-T. Когда нам нужно открыть ссылку в новой вкладке, используем сочетание Ctrl и клик по ссылке. Для перезагрузки страницы используем Ctrl-R. Если нужно найти какую-нибудь конкретную информацию на сайте, используем Ctrl-F. И если нам нужно переключаться быстро между вкладками, используем сочетание Ctrl-Tab. Я думаю, что для начала вполне достаточно. Если интересно, можете побольше углубиться в теме. Я оставлю хорошую ссылочку в описании. Если видео понравилось, можете подписаться на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok